Вперед, торпедо! Защищай свои цвета! Я хочу сказать, что были вообще лучшие у нас. Второй тайм мы чуть-чуть прибавили, когда сделали замену, но мы заслужили сегодня больше за это поражение. Но могу поздравить эту победу и сказать, что это заслужено. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Мы забываем представлять. Пожалуйста. По примеру, крылья Советов мы выиграли только месяц, и кажется, что в Кубке России мы должны были порадовать болельщиков, но этого не случилось. Как Вы сами себе объясняете, что игроки больше с первых минут вообще не мотивированы? Как Вы видели, что они не мотивированы? Любая команда играет сколько против них позволяет. Это не было не мотивировано, я это не видел, потому что вы сами видите, что в втором тайме менее руки не отпускали и продолжали биться. Просто в одном дне, в одной игры, любая команда может играть любую команду. И сегодня торпеда это заслуженно сделала. Я тоже могу сказать, что это игроки, у которых нет очень много игроков и практики. Большое количество игроков от этих, которые сегодня не играли, они не играли. У некоторых это первая игра, а чтобы игрок был физически готов, чтобы играл, ему минимально нужно 4-5 игр подряд, чтобы сыграл. Поэтому сегодня для меня хорошо это, что дебютировал наш вратарь из Самары и тоже игрок из нашего дубля Смирнов. Это для нас тоже очень важно. Нам, честно говоря, надо развернуться на чемпионат России, потому что мы находимся в очень плохом положении. Плюс, даже если бы мы выиграли кубок, но не думаю, что мы готовы за какую-то линию Европы лучше там не двигаться, чем двигаться и проиграть. В чемпионате России вы тоже не показываете резинка. Последняя победа была месяц назад убивала. Да, девушки, что вы предлагаете сейчас? Ничего не предлагаете. Не предлагаете ничего? Да. Тогда я вам и сделаю предложение. Следующий вопрос. Пожалуйста. Алексей Говардов, представитель Моя Шпиде. Виталий Лисоцкого в перерыве, что команда ждет выхода Соболева на поле. Интересно, почему он не появился сразу? Ну, сохраняем игроков. Для нас, я сказал, самое важное играет Астамбловым. Плюс, Парадонис тоже неплохо сыграл. Мы ему дали шансы, но я испугался, он мог получить красную карточку, потому что там у него были какие-то перепалки со судья. Игроками Торпеда получил желтую, и я боялся, что на нервах может получить вторую желтую. Еще вопрос? Пожалуйста. В Премьер-лиге в этом сезоне руководство не спешит с тренерскими отставками. Как лично вы это видите? В чем причина? Я думаю, причина в этом, что они ждут до перерыва следующее. Когда будут следующие перерывы, я думаю, что будут. А если намекаете на меня, я еще верю. Я работаю, не знаю, не держусь. Знаете, вот так не держусь и говорю, не отпускайте меня. Просто есть люди, которые меня пригласили, и я им обязан работать до момента, когда они скажут, что это все. Пожалуйста, заключительный. Вот сейчас читал в соцсети Крыльев, там люди пишут, что не удивлены вот этому поражению. Насколько для вас досадно, что уже болельщик подходит с таким настроением? Знаете, как, если бы я читал в соцсети, я не бы работал, потому что, представляете, когда человек сидит за компьютером, и он, не знаю, может быть, это какой-то мальчик, 10 лет сказал, или бабушка на 8 лет. А фотография мужчины? Может быть, другая фотография. Я могу поставить, я могу поставить свою, когда у меня было 25 лет, и вы меня не узнали. Поэтому люди разные, разные пишут. У нас поддержка в Самаре очень хорошая. И у нас в стадион где-то 20 тысяч всегда приходят, смотрят, и люди поддерживают. Поэтому есть разные, надо потерпеть. Только потерпеть нужно, чтобы победу пришли? Ну, знаете как, мы не можем ничего другое сделать, не бы работать. Я работаю и надеюсь, что в субботу мы верим. Продолжаем. Вы обретрение футбольного клуба «Торпеда Москва» Николай Савич. Николай Николаевич, с победой у вас. Ваши впечатления? Да, с победой. Важная игра была в плане дальнейшей стратегии нашего клуба. Настраивались на эту игру. Хочется уходить парней. Молодцы, выполнили задачу. Сегодня такой экзамен был в команде «Премьер-лиги». Сдали этот экзамен отлично. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Никого за язык не тянул? Вы сами про стратегию сказали. Расшифруйтесь, пожалуйста, что про эти люди ведут. Давайте тогда, как и ранее было сказано, победу в каждом матче. С этого начнем. А так, сами додумывайте, в общем. Следующий вопрос. Пожалуйста. Короткая скамейка. Скажется ли вот это супер усиление, которое было с локомотивом еще впереди? С крыльями на матче с нефтехимиком? Ребят, видно, работали по полу, даже сверху там. Да, с этим я согласен. Ну, главное сейчас восстановиться. Тот эмоциональный фон, который присутствует на играх, нужно сохранить. И теперь главная игра у нас выездная с нефтехимиком. Будем готовиться к этой игре. Еще вопрос? Ну, всех, конечно, волновал факт противостояния команды первой лиги с клубом премьер-лиги. Скажите, как вы это видите? Готова ли команда к премьер-лиге в текущем ее состоянии? Спасибо. Такой интересный вопрос. По горячим следам сегодня игра была соответствовала тому футболу, который играет теме лиги. Это в первую очередь командная скорость. Но еще раз говорю, что это только первый экзамен. Мы, скорее всего, выйдем на локомотив и будем дальше продолжать сдавать экзамен команды первой лиги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА